Это была самая главная неделя в этом году, потому что у меня родился третий сын и шестой ребенок. Шестой раз я стал отцом. Вася еще порадовал сегодня супербоем, с очень нелегким соперником. Чистая победа, два нокдауна и в результате по очкам выиграл. А еще вы в этом выпуске увидите Молодой театр и Голливуд изнутри. Голливуд изнутри это три суперкрутых чувака, которые приехали в наш город по приглашению Любомира Левицкого, которого вы уже видели у меня во влоге. Молодой театр. Я был приятно шокирован, потому что практически каждый день хожу мимо него по прорезной и никогда не думал, что там делают такое шикарное театральное представление. Пишите в комментариях вопросы к директору театра, к актерам, к режиссерам, к сценаристам. Лучший вопрос будет удостоен двумя билетами на один из самых лучших спектаклей этого театра. Мне интересно, как вы проводите свой досуг, что вы делаете по выходным, куда вы ходите с детьми. Пишите, комментируйте, лайкайте. И не стесняйтесь, это будет воскресный влог, в котором будет всего понемногу и бега не будет. До встречи и поехали! Сегодня мы на супер-эвенте, который устроил Любомир Левицкий, который называется Голливуд изнутри. Голливуд изнутри. Он привез четырех крутых чуваков прямо из Голливуда. Таких реально звезд. Вообще трех, но я в одночетвертие. Ну конечно. Как я тебе подыграл, а? Да, ну конечно. Голливуд изнутри. Ты уже выглядишь как голливудский директор. Не, ну я такий домашний, домашний голливудский. Ну ты бы знаешь, таки, знаешь, ну видно, что в тебе очи украинские, але все нас чувствую. Да, 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 ты уже набрався. Но я надеюсь, что я скоро повернусь уже трошки цель. Ну треба дознати нам кино. Дознимем кино и тут уже будем надолго. На какой стадии зараз? На стадии финансирования. Мы зараза закинчиваем этап пошуку финансов. Сколько не хватает? Может кто-то подключится? 500 тысяч долларов. Всего полмиллиона, ребята. Всего полмиллиона, это билет в Голливуд. Билет в Голливуд стоит всего 500. Знаете, многие из вас вообще летают вот этими чартерами, у вас дороже самолет. Ребята, помогите парню. А голливудских чуваков где ты поселил? Вони живут в интерконтиненталі. Что? Вот это impression. Супер. Вони перший раз в Украине, вони были в Шоц. Ну, то в чём уж прикол был. Ми же решили їх зустріти з дівчатами, з караваями. Я бачил, я бачил. Стоять дівчата, караваи, таблички. Welcome to Ukraine. Фамиллія, там Шеншин Росава, там Кевин Мэн. Там всі стоять. І вони приїжджають раніше від нас на годину. І ми, я з Дебідом летів окремо, і вони, Кевин і Шеншин, тобто вони летіли окремо. Ми двома різними рейсами. Їхній рейс в Торонто прилетів на годину раніше. Ми виходимо, дивимося, там вже біля їхнього лента немає вже нікого. Я кажу, о, тут класно було, щоб ми разом прилетіли. Ми виходимо, нас зустріли, все, як треба, з караваями. Я кажу, а де хлопці? Вони кажуть, я їх ще немає. Я кажу, як немає? Я пішу смс. Вони кажуть, а ми ще чекаємо сумок вже годину. Мау загубило сумки їхні. Мау, загубило сумки. А ти хотів кіно снімати про Мау. Ви казали їм трохи міста. Ні, вони дуже вражені. Насправді сказали, що побачили реальних, класних людей. Типа, дуже добрі люди. Мау, щирі всі. Тож, бачите? Для паковаців. Для всіх відкриття. Це дуже класна річ, Андрій. Ти розумієш, це дуже класна штука, бо вони, наприклад, мають великі зв'язки, там, в Лос-Анджелесі. І вони приїдуть, вони з усім друзям розстрендять. Як партіонов. Партіонов, так. Як на мене, кращі, чим така сарафанка, кращої реклами країни немає. Сто процентів. Сто відсотків. Я з тобою згодом. Тому що люди реально говорять, що ми були там круто. Типа, їйте в Україну. А, слухай, в мене мало це все злетіти, насправді. Тому що за день до того, як ми мали летіти, йдуть новини. Американське телебачення, от реально американський канал. Перша картинка. Російські кораблі атакували український катер. Друга картинка. Українці атакували російське посольство в Києві. Третя картинка. В Україні оголошено військовий стан. Чуваки мені дзвонять і кажуть, що слухаєте. Може ну його, а? Може ну його. А що взагалі відбувається? Я так розумію, що якщо б мені сказали їхати десь в Албанію. Ну, умовно кажучи. А ти б не поїхав. От я б бачу такі картинки, і я б точно відмовився. І знаєш, що вони мені сказали? Вони сказали, що нам трьомно трошки. Ну, цікаво. Але нам здається, що це саме класний час зараз. Типа, прийти саме, типу, підтримати, типу, молодь. Я реально їх зацінив. От думаю, блін, безстрашно. Ну, правда, Кевін. Це Кевін такий сказав. А-а-а, давай, 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 поїхали. А от, може він просто дівча сіля не хоче побачити українське. Пригодницьке кіно знімає. Трошки трилер. Не фільмейкери, але любих. Сторі, сторі. Слухай, ти знаєш, я відверто їду сьогодні думаю. Блін, ну якось треба набирати цих фоловерів. Що ж треба вигадати? Треба в гарячу точку кудись їхати. Афганістан, Пакистан, кудись. Там лізти на гору. Щось треба робити. Треба робити. Піднімати радосту. Піднімати радосту. Піднімати радосту. В 17.00 мене подвіх. Так, так. Ми в молодому театре, в Києві. Каждий день хожу мимо. Никогда не заходил вовнутрь. І так, честно говоря, приятно удивлений от атмосферності, от того, що я тут бачив. Ми зараз пойдемо на спектакль і покажем вам отриски від спектакля. І вообще у мене закралась идея, що я хочу теж играти в театре в одному спектаклю. А я розкажу свою історію. Я двічі намагалась Андрія затягнути в театр. І двічі це закінчувалося тим, що у Андрія була якась халепа. Одна з них схопив панкреатит, і ми з другої частини вистави поїхали в лікарню. І перше теж був якийсь інцидент пов'язаний зі здоров'ям. І ніяк мені не вдавалося. Це вперше ми в театрі за наших 12 років спільного життя. І я сподіваюся, що прийде без інцидентів. Ми в гостях в молодому театре. Це директор Андрей. Мені дуже приємно. Ми сьогодні по приглашению. Впечатлений. Другі люди дуже светлі. Не те, яких я вижу на вулиці. В другої жизни. Билет дуже дешевий. Соотношение цена-качество колосально в пользу качества. Мої ожидання. Я ж все-таки с точки зрения финансової смотрю на ту історію. Я считаю, що ви не добираєте, не доедаєте і не дозарабатуєте. Пішов дальше. По своїм динамам. Очень уютно. І з того, що я вижу в драматичні театри, у мене возникло несколько вопросів. Вопрос первый. Чому така цена билета? 300 гривень – це 10 евро. Ну, почему так? Пешево. Покупательна способності населення нашого, она така, що не позволяє. У нас демократичні ціни. На сьогоднішній день у нас три сцени. І на ці три сцени є розбіг цен. От 50 гривень до 500 гривень. То є в большому зале, якщо ви сьогодні смотріли на камерній сцені, є мікро і основна сцена. На основній сцені 370 місць. І там у нас билеты от 500 до 50 гривень. Здесь, поскольку камерна сцена, зал маленький. І той спектакль, який ви смотріли, я його считаю не попсовым, не кассовым, а артхаусным. Такий спектакль, тому що це все-таки це Платонів. Тому це дуже складна для... Понимання. Для місць-маркет. Потратить на билет 2 билета 1000 гривень, плюс такси, плюс зайти в буфет. І получается там 1500 гривень, щоб сходити в театр. А моя политика такая, що зритель должен ходити в молодой театр раз в місяць. Тому ми робимо раз в місяць прем'єру. Кто Ваш основной потребитель? Опишіть його. Возраст, пол? У нас такой лозунг. Молодой театр для людей молодых душой. Це і молоді, шкільники там 14, 15, 16 до 20 років. І це дуже широкая прослойка зрителів вже состоявшихся 35-40 років. У кожного спектакля є свій зритель. Тот зритель, который любит той спектакль, который Вы смотрели сегодня, он не буде смотреть другой спектакль, который идет завтра. Все-таки, если говорить о маркетинге, возвращаюсь к маркетингу. Каков Ваш маркетинг сегодня, кроме «Цыганской почты»? Я убежден. И в этом случае я с очень многими людьми спорю. Я думаю, что кроме вот этого сетевого маркетинга в театре не работает ничто. Почему? Объясню. Допустим, мы идем по стандартной маркетинговой схеме. Мы берем продукт, то есть создали спектакль. Мы вкладываем там 100 единиц чего-то там, 100 тысяч, в раскрутку этого материала. Борды, реклама в интернете, реклама радио, телевидение. Вы же молодой театр, подождите, это олдскульно очень. Нет, смотрите, я говорю сейчас гипотетическую ситуацию. Потому что мы вложили… Эти каналы маркетинга не работают. Вот, они не работают. Категорически не работают. Они работают даже в обратную сторону. Почему? Потому что мы потратили деньги, как допинг, как наркотик. Спектакль – это шоу? Нет. Это интертеймент, это эмоции. Шоу в широком понимании этого слова. Маркетинг сегодня – это лидогенерация. Нужен лид. Лид заинтересованного лица. Е-мейл, телефон. И информация ему доставить. Мы выпустили новый спектакль. Это не работает. Женю! Женю! Это категорически не работает. Спорим. Спорим. Давайте поспорим. Мы на этом… Разбивать. Мы на этом очень много общаемся и с Олэсием, и с другими людьми. Это не работает. Почему? Вот поставьте себя на место. Вам приходит имейл, придите на этот спектакль. Группы в Вайбере, группы в социальных сетях, Инстаграм. Инстаграм просто растет феерически. У вас очень… У вас неплохая страница, но она вообще… Ну, она делается левой ногой. Я с вами не согласен. Категорически с вами не согласен. Я считаю, что у нас Инстаграм лучший… Вот у меня сейчас… Лучший среди кого? У меня сейчас в списке, вот вы можете посмотреть, 180 в Инстаграме, 180 театров всего мира. И я их всех смотрю каждый день. И все эти посты, они типичные, одинаковые. Они не привлекают внимания, они не вызывают эмоций. Они все рассчитаны на то… В каждом написано, 14 октября придите на наш спектакль. У нас Инстаграм сделан по совершенно другому принципу. Такого я не встречаю. Мы категорически не пишем ни название спектакля, мы не пишем даты, мы не продаем, мы не уговариваем зрителя прийти через Инстаграм к нам на спектакль. Мы делаем контент, который, как мы считаем, может пробудить в зрителе какой-то интерес, эмоцию, ощущение, впечатление. Даже возьмите лондонские театры, у них там 10 тысяч подписчиков – это уже предел. Я за этим всем очень серьезно слежу. Поэтому мы только начали развивать это направление. Мы работаем. Вот Инстаграм, Фейсбук активно. Я понимаю, о чем вы говорите. Но, опять же, здесь главное правило, которое я считаю – не навредить. Почему? Потому что реклама, информация о спектакле за влечение зрителя на спектакль должно носить очень адресный характер. То есть нужно, чтобы человек, когда приходит на спектакль… Это называется горячий элит. Ну, может быть. Чтобы ему этот спектакль понравился. То есть чтобы этот спектакль был его темы. Попал в совершенно интересное место. Пока мне все нравится. И все так удивляет. Приятно удивляет. На одном этапе мы понимали, что квитки, которые мы поставили для того, чтобы купить заход, они просто не продаются. Просто люди не могут, ну студенты, молодые фильмы, они просто не могут позволить себе 6 тысяч гривен. Все. Мы увидели 2 месяца, 2,5 месяца куплено 12 квитков из 300 месяцев. А листов нам, ну поведомлений нам масса. Это еще одна проблема. Середний чек в Украине – это очень большая проблема. Все, что больше 300 гривен, очень тяжело продается. А пороговое значение эмоциональной покупки в Украине – 490 гривен. 490 гривен. Это то, что человек может купить. Да. А 3 тысячи – это не взлетает. 6 тысяч – это не взлетает. Ты можешь тут привезти, не знаю… Микерурка. Микерурка. Ты знаешь, что у нас была проблема? Мы сначала думали, может это проблема в рекламе? Нет. Про нас слышали. Досить высокий контакт у нас. Люди реально пишут нам, как можно потрапить. Не можем позволить, не можем позволить. И мы тогда поговорили. Я поговорил со своим партнером в Америке. И она сказала, слушай, давай я стану месенатом. Мы говорим, давай сделаем это пока что за наш рахунок. Для того, чтобы мы построили эту платформу и смогли дальше все делать. Чтобы люди увидели, что оно варто того. Это своего рода стартап. Не просто делать мастер-классы, а реально построить платформу, которая… Да, нетфорд. Да, нетфорд. Идея, знаешь. И на базе этой платформы попробовать… Я чую вопрос. Знаешь, кто-то хочет потрапить. А как потрапить? Ну, между нами стена. Не смотря на то, что ее нет фактически. Но между нами стена. Стена только в знаниях. Это только в голове. Только в знаниях. Прокачаться нормально нужно и тогда все будет окей. П увидим. Такие движухи надо обязательно посещать. Потому что здесь рождаются инсайты. Вы вдохновляетесь. Вы слышите идеи. Вам приходит вдохновение. Вы отправляете какие-то движения. Вы что-то делаете для того, чтобы у вас получалось. Я просто заклинаю вас. Ходите на такие движения. Вы становитесь умнее. Здесь есть эмоции. Здесь есть знания. Здесь есть идеи. И все наши барьеры у нас в голове. Ментально границ нет. Все равно, где ты в Украине, в Голливуде, в Лондоне, в Париже. Где ты? Все граждане мира. Все в голове. А Любомир, он красавчик. Потому что он продвигает эту страну. Он продвигает этот мир. Он продвигает его. Он показывает, что мы здесь не медведи. И у нас здесь, кроме столкновений в Азовском море, еще есть красивые девушки, светлые люди, гостеприимность и много всего классного. Очень интересно, очень интересно. А вообще, еще хочу сказать пару слов про канал. Знаете, что я показываю? То, что мне интересно. Если это совпадает с тем, что вам интересно, это смотрят. Если не совпадает, это не смотрят. Я, конечно, корректирую, исходя из трендов и потребностей рынка. Но точно ложиться под всех я не буду. Вы должны запомнить это. Ложиться под всех я не буду. Я буду показывать то, что мне интересно. А там уже посмотрим, разберемся. 120 тысяч, так 120. 140, так 140. И в отличие от многих других, я показываю годный контент. А как вы чувствуете или воспринимаете, насколько интересно было бы привлечь людей из Инстаграма? Есть же звезды Инстаграма? Есть, конечно. Да, я думал над этим. Мы даже не в Инстаграме, а в Фейсбуке мы пытались популярных таких людей привлекать. Ну, понимаете, цель этих людей пропиарить себя. И идти хвостом к этому паровозу как-то оно не с руки. По поводу искусственного интеллекта, я бы очень хотел увидеть эту машину. Я действительно думаю, что... Ну, сегодня это очень продвинутая тема во всем мире. В мире маркетинга, в разных направлениях это высчитывается все. Конечно же, такая автоматизация могла бы нам очень сильно помочь. А театр доходный или убыточный? Во всем мире театр не может быть самоокупаемым, если только это не Бродвей. И то в лондонских театрах 30% им дает государство, 30% они зарабатывают сами за счет билетов, кафе и так далее, и всякого... Ну, как это называется, сувениры, продукции. И 30% им дают спонсоры. У нас ситуация такая, поскольку мы репертуарный театр, нам государство отдает полностью зарплату на штатное расписание. Приблизительно, сколько нам дает государство, столько мы сами и зарабатываем. То есть, сейчас это 50 на 50. Если мы поднимем цены на билеты в два раза, конечно же, мы тогда могли, потому что мы делали такие расчеты, сколько себестоимость билета. Вот на сегодняшний день, если посчитать все затраты, это больше 2000 гривен должен стоить билет. Для того, чтобы вы выходили в ноль? Для того, чтобы вы выходили в ноль. Вот это себестоимость. И сколько вы города обходитесь в год? В год мы находимся, сегодня, если в этом году, у нас 23 миллиона гривен. 23 миллиона гривен. И такую же сумму, где-то приблизительно 20-21 мы зарабатываем сами. Какие вы еще планируете или делаете эксперименты, кроме чат-бота, который меня приятно удивил, скажу честно? Вот мне интересно, что вы еще экспериментируете для продвижения, для развития театральной культуры? В принципе, с кем кооперируетесь? Может быть, коллаборируете? У нас очень такая обширная программа. Мы стараемся никуда не спешить, не ломать дрова, потому что мы не имеем права на ошибку, потому что все вложения, которые мы делаем, они все-таки государственные. И потом нам скажут, куда вы потратили деньги, да, и по шапке сразу. Мы очень активно работаем, допустим, с европейскими странами. Мы есть членами Европейской театральной конвенции. К нам приезжают, вот буквально недавно приезжали на гастроли немецкие театры. Таким образом мы привлекаем нового зрителя. У вас, если будет какая-то эпизодическая роль, я с удовольствием включусь. Хорошо, все заметно. Знаете, в Германии, это может быть просто продолжение разговора, у них на самом деле очень плохо продаются билеты в Германии. У них, если 30% заполняемость зала, это уже считается хорошо. У нас 95-98 стабильно, и мы с этим живем. А у них нет. Поэтому они выдумывают всякие маркетинговые ходы. Один из которых они мне рассказали для того, чтобы привлечь нового зрителя в театр. Они создают спектакль из непрофессионалов-актеров. То есть берут профессионала-режиссера, берут пьесу, методом кастинга какого-то Facebook или набирают желающих сыграть в этом спектакле, любителей. И они драйвят все. И они создают этот спектакль, дают им костюмы, декорации, полностью все как спектакль. И на этот спектакль, естественно, продают билеты и покупают все родственники этих людей. И таким образом идет охват. Я желаю вам полных залов. Я желаю вам потребностей внутренней от того, что вам надо по маркетингу уже поднимать цену, чтобы у вас было больше людей, больше генерировалось, чтобы вы могли себе позволить больше вещей. Мне очень приятно. Спасибо.